Здравствуйте! Вот посылаю вам такое видео с пояснениями. Сделал три варианта. Вот смотрите, это три варианта, которые с разными шрифтами. Я тут написал. Вот верхний шрифт Вердана, нижний Франклин, вернее средний и нижний Ареал. Эти шрифты, как вы видите, в общем-то, имеют свои характерные отличия. Ну, Вердана, вот мой любимый шрифт, он наиболее сегодня такой изящный и современный. Франклин, это тот шрифт, который используется в вашей газете. Поэтому я его использую. Он напоминает очень сильно нижний шрифт Ареал. И, как вы можете видеть, между прочим, Ареал, это вот такой избитый стандартный шрифт, который используется абсолютно везде. То есть, использовать его для логотипа. Ну, то есть, у дизайнеров этот шрифт Ареал считается, как бы, ну, банальным, скажем так, да? И хочется, он везде. Вот Франклин, в данном случае, тот шрифт, который у вас, вот, он, ну, уже отличается в сторону изящества. Вот обратите внимание, вот буква Б, да? Вот она как-то поизящнее, чем вот эта вот такая, слишком традиционно классическая. А Вердана верхний, он, ну, еще более, как бы, вот изящнее. Вот он мне более утонченный. Вот он мне нравится лично. Поэтому, вот этот первый верхний, это вот с этим шрифтом все сделано. Все шрифты. Вообще, совмещать несколько шрифтов в одном месте, в одном логотипе, тем более, это вообще крайне нежелательно. Поэтому я тут так и обошелся. То есть, вот все, что написано, все слова здесь, кроме правды, да? Написаны, значит, с соответствующим шрифтом. Что получилось? Вот эта нижняя черная плашка, которую вы попросили освободить от слова, издается с 2012 года, вот в этом варианте написания она оказалась достаточно... Фраза-то короткая. Она укоротилась. И поэтому, по сравнению с той плашкой, мне пришлось эту плашку расширять. Ну, это не так сильно подействовало. Хотя, конечно, в том варианте было поизящнее. Ну, я выкрутился за счет кернинга, то есть, это изменение расстояния между буквами. Я как-то вот выкрутился и, ну, считаю, что справился с задачей, которая была сложена тем, сейчас я ее объясню во всех трех этих представленных здесь вариантах. Дело в том, что вот эта вот накладка, вот буква В, С, буква Б, С, ну, и вот что? Ну, ведь все-таки слова-то разные, длина у них разная. И очень, как бы, скрупулезно пришлось двигать буковки между собой, чтобы между ними сохранить нормальное читаемое равное расстояние. При этом, вот здесь К, видите, все-таки чуть-чуть сжато по отношению к этому. Но это не так бросается в глаза, ведь все требовалось их завершить. Вот тут на одной линии справа. И так далее. Вас точно чуть-чуть повытянуть, как вы можете видеть. Но так или иначе, я с этим все-таки справился. Вот основная была задача двигать буквально каждую букву. Буквально каждую. Вот. И поскольку они взаимозависимы между собой, то вот эти вот накладки В и С, С и В, вот в основном, они, конечно, вот в некоторых случаях критичны. Поэтому я вот в этом месте, вот, видите, для этого шрифта допустил все-таки контур очень тонкий, белый. Потому что вот накладка В и С без контура, вот я сейчас это сделаю, да, она становится нехорошей. Вот это вот, вот видите, вот этот белый пробел. И его надо двигать, опять же, когда начинаешь двигать, то двигаются буквы. Вот. И здесь тоже я добавил контур. Ну, по крайней мере, это тоже не критично, хотя контур бы и нежелательно. Но что дает контур? Вот он придал этой фразе то, что мне не нравится в графике, да, то он придал этой фразе два плана. Два плана. Вот если без контура, когда это, то не существует двух планов. А как только появляется контур, то мы сразу видим, вот здесь вот нету контуров, и эти две, короче говоря, вот верхний вот этот вариант, он самый лучший, на мой взгляд. И шрифт самый изящный, и несмотря на то, что В находится над буквой С, отсутствие контура, все-таки их размещает в одной плоскости. Они в одной плоскости. Это два пятна в одной плоскости находятся. Два пятна в одной плоскости. Вот видно, да? Два пятна в одной плоскости. А когда, ну, очень трудно двигать эти слова между собой, ведь главный-то расчет, чтобы Ч встала над буквой К. Вот в чем дело. Квот. А здесь, в этом шрифте, такого не происходит, и пришлось применить контур. А контур сразу буквально поднимает слово сибирское над словом восточное. То есть появляется два плана, что не должно быть в высококлассной графике. Но, опять же, это все не так критично. И если бы я этого не рассказал, то вы или там, наши читатели бы об этом и не заметили. Много приходится вот идти, таких компромиссов. Ну, когда-то приходится нарушать правила. Тем более, что правила эти не прописаны нигде, ни в каком уголовном кодексе. Тем не менее, правила, чтобы эти два слова находились в одной плоскости, это, конечно, правила грамоты. Ну, мы здесь это отступили чуть-чуть почти незаметно. Что еще? И таким образом, у вас есть на выбор вот эти три варианта с тремя шрифтами. Повторяю, средний Франклин, это тот, который используется у вас в газете, и Ареал тоже используется у вас в газете. Ареал менее предпочтительный, поскольку он очень стандартный, избитый, и как бы, ну, вот он, видите, он даже и не изящный. Такой он такой, кондурый. Но зато он беспроигрышный, скажем так. Вот Франклин, он уже более изящный, более современный, тем более он используется в вашей газете. Вот Вердана в вашей газете не используется, но сам шрифт мне нравится, он не сильно вырывается из общего, как бы, вида. И я думаю, можно сделать исключение для заглавия. Тем более, если вы потом будете применять этот шрифт Вердана в заголовках газетных материалов, то вообще тогда все станет на свое место. Я этот шрифт вам просто рекомендую, как, кстати говоря, по статистике, шрифт Вердана считается самым удобно читаемым, самым легко читаемым шрифтом. И вот здесь я, видите, орден, вот здесь вот он нарисованный, так, векторный вариант. Я его вам высылаю в файле, чтобы можно было использовать, отдельно высылаю. Вот он. И он имеет такой рисованно-плакатный вид. А я еще нашел настоящий орден, очень хорошо сфотографированный. Вот он, видите, это тоже достаточно интересный вариант. То есть, вот введение вот такого вот реализма, реалистичного, красивого, настоящего ордена, ну, почему бы и нет. Вот. И тогда газета как-то, вот видите, заголовок, он приобретает какую-то реалистичность, что ли, поскольку вот в варианте с таким вот, с плакатным, конечно, есть что-то такое, знаете, от комикса, что ли, так скажем. Серьезность теряется. А вот этот вот настоящий, литой, такой тяжелый, вот этот вот орден, он вот этому нашему обновленному заголовку, он возвращает хорошую традиционность и серьезность. Вот. Вот для меня вот предпочтительный самый, короче говоря, из всех. Это вот этот верхний вариант с верданой и вот с этим орденом, вот с этим вот. А не вот с этим, который, в общем-то, достаточно такой, легкомысленный, скажем так, да? Но тем не менее, но почему я и на это иду, потому что этот орден, он в стиле, он находится в стиле вот всего вот этого логотипа. Вот. А фотографический, он, конечно, из стиля вырывается, но на контрасте. На контрасте. И я думаю, я думаю, вот этот вариант может быть интересным, как бы, такой хороший, хороший компромисс. Вот, что касается логотипа. Тут есть проблемы со словом «Правда». я его взял из присланного, то есть, я его не трогал, вот он как был, так и есть. А теперь смотрим, что получается в слове «Правда». Вот, это тот же самый вариант, только я его здесь подсветил иначе. Вообще, он требует очень серьезной доработки. Вот я это сейчас увеличиваю, видите? Вы видите, какие кривые и такое кривое. Вот видите, вот это вот, вот точка, да? Вот точка sloma. Вот она, вот она, точка sloma. Вот точка sloma, а это должна быть прямая вообще-то линия. Здесь увеличиваем. То же самое, вы видите, что вот эта линия, вот эта вот, она не прямая, она кривая. Вот ее, по идее, ее надо выправлять. То есть, править. Вот эту линию сделать прямой. Вот видите, она выпрямилась, а была кривая. Видите вот эту разницу? Вот. вот здесь угол сглаженный и вот лишняя точка слома тоже вот эта линия кривая вот эта линия кривая линия вот у буквы а видите вот она вот она вот тоже . слома . слома . слома этих точек по идее не должно быть я обычно когда правлю я досконально я их выделяю я их удаляю смотрю что получается линия получилось гораздо изящнее и вот так вот надо на этот предмет просматривать весь шрифт вот ну не знаю будет ли кто этот ваш дизайнер заниматься ну как бы в нашем договоре не было что я буду править этот шрифт если надо я его могу поправить в принципе вы всю жизнь пользовались и этого не замечали это видно только моему так скажем опытному глазу когда я смотрю вот я вижу все эти вот вот смотрите видите вот точка появляется которую надо удалять но дело в том что это же не просто удалять когда ее просто удаляешь то нарушается кривизна линии и тогда на вот видите как линия изменилась вот 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 я удалил вот вот или не изменилась кривизная но а значит изменилась и вот здесь сразу появляется видите вот эта линия стала шире сюда а это остается уже сюда Потому что здесь тоже, кстати говоря, вот видите угол. Вот в этом углу должна стоять точка перелома, а ее нет. Вот это нюансы. Это нюансы, которых мало кто видит, кроме вот меня, пожалуй. В городе Иркутске может быть 2-3 человека таких есть. Но тем не менее, грамотные люди видят вот это. Вот видите? Ну, это ваш шрифт. Я его не трогал. Если вы пожелаете, я могу это довести в отдельное время, в отдельном месте за отдельные деньги до ума. Деньги небольшие, но на это мне надо будет потратить, скажем так, несколько часов. Ладно. Итак, я вот все, что вы попросили, сделал. Все, что мог. Ну, вот, пожалуй, все. Всего доброго. Спокойной ночи.